Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь-гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-20, в горах местами до плюс 14. Днем плюс 22-37, в горах местами плюс 15-20 градусов. В Черкесии кратковременный дождь-гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26 градусов. У каждого народа есть свои особые даты, напоминающие о страданиях. Для российских немцев таким днем является 28 августа. Эту дату вспомнили и члены общественной организации национальной культурной автономии немцев Черкеска. Альбина Ламкова продолжит. Российские немцы – дети двух народов и культур. Мало кто сегодня в нашей стране не знает о существовании этого народа. В свое время их пригласили на нашу родину трудиться. Это были как ученые, так и простые ремесленники. 80 лет назад их депортировали из Поволжья. Старики и женщины, даже дети были объявлены предателями родины. Причиной была принадлежность к немецкой национальности. Условия переселения приводили к высокой смертности. Несмотря на унижение и лишение, во время войны люди трудились под лозунгом «Все для фронта, все для победы». На Волге были немцы, но это были не те немцы, которые пришли с войной, с захватнической и именно фашисты. И могу даже сказать, что во время войны, то, о чем мы сегодня будем говорить, очень много наших дедов, отцов. Даже вот мой папа хотел записаться на фронт, но его не взяли, потому что уже к тому времени было запрещено брать в армию. Общественная организация национальной культурной автономии немцев работает больше 20 лет. Размещаются они в здании Института повышения квалификации. Несмотря на то, что большая часть немцев уехала, работа в организации продолжается. Очень хочется рассказать людям о том, кто такие немцы, и что было хотя бы даже 80 лет назад, и как это произошло, что случилось, допустим, даже с моими родителями. Ведет активную работу в общественной организации национальной культурной автономии немцев и молодежь. Руководители молодежного клуба «Юнгештерн», что в переводе означает «как юные звезды», Миша Сказкин рассказал, что его бабушка Эмилия Христова, как и многие другие немцы, стойко выдержала испытания данной судьбой. Моя бабушка, она ребенок войны, она всю войну прошла в концлагере. А потом после войны ее как изменника родины, мы ее сделали детем, еще изменником родины, потому что она была немкой по национальности. Ну, есть, она жива, слава богу. И ее репрессировали в Душанбе. На днях Миша Сказкин приехал из Саратова. Он участвовал в мероприятиях, посвященных 80-летию депортации немцев. Он впечатлен масштабами и планирует серьезно изучить культуру этого народа. Альбина Ламкова, Руслан Харченко, Вести, Корчаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачной недели и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok